друзья всем привет это факт по программированию номер шесть факт опять же в хорошем смысле этого слова давайте посмотрим какие вопросы сегодня у нас мы продолжаем нумерацию сегодня цифра 27 829 так вопрос первый у вас возникает проблема с избыточным количеством моделей в моду видимо речь идет о том что каждый метод имеет свою сигнатуру в которой обычно проваливается в моду на обновление или на создание сущности и таких методов таких контроллеров в больших приложениях ну стремятся к бесконечности да то есть там сотни может быть даже и тысячи вопрос заключается в том можно ли упростить этот механизм то есть не отслеживать модели маппинги на них и собственно говоря другие варианты то есть как можно меньше делать вот передачу вот этих вот в модулов в сущности ну первый вариант это конечно вообще не использовать в моду вы я против него потому что это с точки зрения безопасности не совсем корректно и верно второй вариант это все-таки оставить как есть если у вас есть модель то у вас должны быть в модуле причем если у вас в модуле можно реализовать через модуле можно реализовать работу допустим с ролевой модели да то есть для менеджера на один в модуле для допустим директора другой ему дала для дворника там царой в модуле количество маппингов конечно увеличивается но надо понимать что с маппингом появляется дополнительные точки вхождения в pipeline операции то есть вы можете изменять делать условные маппинги и собственно говоря управлять вот этой подмены третий вариант это все-таки вообще не использовать в модуле а используя допустим граф куэли если вы не знаете что такое то вкратце это система или механизм который позволяет специальным запросам отправить джейсон в котором описать те поля которые вам нужны на выдаче то есть возвращается также джейсон но уже с теми полями с теми свойствами которые вам нужны для ответа нет эта технология пришла от фейсбука она на самом деле не такая старая на самом деле недавно появилась но есть в общем есть люди которые мне говорили что пока у вас небольшое количество в модула все отлично работает но потом с версионностью начинаются проблемы потому что нужно тогда в общем есть некоторые нюансы решает этот вопрос конечно но нужно с осторожностью относиться к ней и еще один вариант это когда вы используете dynamic link you в общем то вы запрашиваете какой-то view model и свойства полей которые генерятся не из модели а через projection например и с формируется в модул на основании уже динамик link you запросов ну еще один вариант это конечно можно сказать о педа когда у вас наследование принципе никто не отменял и более сложные моделей реализующие допустим больше количества свойств могут быть созданные не прямым копированием свойства наследования от других допустим там дворник бухгалтер и собственно директор да у которого можно все у дворника только там 1 2 3 ну вот так как-то для чего программисту нужен докер но я сказал что одним из вариантов до докер был создан именно для программистов по рейтингу стек оверфлоу докер является самым нужным инструментом для программистов но хотя конечно мы используем только для этого у меня в описании есть ссылочка на одно видео одного интересного человека который очень подробный и досконально описывает что такое докер для чего он делался как он используется что он из себя представляет очень рекомендую посмотреть я сейчас не буду на этом останавливаться что же касается программиста я просто приведу пример смотрите допустим вы пишете одну программу которая там будет в api на самом деле какой-нибудь мы не знаю каталог товаров да у вас есть в api для этого то есть бэкэнд и вы например пишите на спа там аурели или react или view или ангуляр второе приложение то есть это у вас два проекта соответственно для того чтобы у вас это все работало вы должны запускать ну как минимум видишь в visual studio до или другую да и вторую там допустим visual studio код и у вас получается что вот это вот вся фигня так сказать да поднята одномоментно ну принципе с этим можно жить что-то подправить открыл поменял но и в данном варианте это конечно все будет работать ну а теперь давайте предположим что вы хороший программист используйте современные технологии и в частности мы пишите допустим микросервисную архитектуру ну или несколько между собой сервисах связанных причем это может быть даже не микросервис а неважно какие-то приложения ну и в общем то даже для работы вот двух между собой связанных допустим каких-то сервисов да даже бэкэнд обычно используются специальные подходы ну помимо того что можно раз запрос запустить можно использовать rabbit инки удалить любой другой мы с очки ну то есть очередь сообщений так вот для того чтобы у вас ребят импьют работал вам нужно его установить для того чтобы его установить вам потребуются ресурсы вам потребуется настройка вам потребуется администрирование еще много чего что же касается докера но с этим все очень просто вы ставите докер это такой управлять тор если так можно выразиться управлятор контейнерами до который создаются из имиджей вы скачиваете имидж с официального сайта докера который называется робит инки запускает его и через три секунды у вас работает робит инки у которому вы имеете доступ два сайта два ваших бэкэнда могут общаться через него первый вариант второй вариант допустим у вас есть и скей сервер который база данных то есть программ который использует и скей серверы базу данных конечно вы можете себе установить там экспресс версию там мы со скей сервера или или еще какой-нибудь другой я не знаю там mysql например и допустим в режиме разработки вы накидываете какую-то информацию потом сбрасываете ее потом нужно заново базу удалять ставить в общем то в том видео на самом деле этот пример приводится я вот тоже приведу что для тестовых данных база создается также через докер поднимается контейнер он чистенький если вам данные не нужны сохранять вы их не вкладывайте в специальную папку да там mount value например вот а просто поднимаете программа запустилась работа рак контейнер убиваете данные исчезли запускаете заново чистый у вас и скей сервер чистая база пожалуйста создавайте работайте и таких вариантов на самом деле очень много еще как вариант ну допустим вас сервис отправляет сообщение допустим это мыло email сообщений вы же не будете подставлять реальные данные ну хотя конечно и так можно да там реальный яндекс или google данные подставить отправить реальную почту получить как она выглядит да в общем мало того что трафик трилюете еще там непонятные ситуации свершаются по части администрирования в общем зачем это нужно если можно сделать все по-другому есть специальный имидж который поднимается в докере называется mail dev и он перехватывает все сообщения на порт 25 собственно говоря вы можете отправлять также почту как и раньше в dev варианты открывать этот через http localhost по адресу там какому какой вы назначите на докер и смотреть собственно гретье сообщение тоже очень удобно но таких вариантов использования очень много на самом деле докер это чудесная штука которая очень сильно упрощает работу программиста и разработчика как вы реализуете передачу коррелейшн айди или трейс айди между сервисами а сп.нет корр ну надо сказать что коррелейшн айди или трейс айди по моему он проще звучит и наверное более подходит по тематике поэтому я буду называть его трейс айди так вот этот трейс айди это идентификатор бизнес-операции которая может выполняться на нескольких сервисах например вы создаете там счет на оплату или оплачиваете или там снимаете деньги со счета допустим покупателя при этом вам нужно провести оплату зарезервировать товар собрать статистику отправить логи естественно в монолитном приложении все это делается в одном месте в одном приложении так сказать и никакого трейса диван для этого не нужно то есть все понятное дело свалилась локи посчитали до свидания если вы это делаете микросервис на архитектуре то есть каждый сервис выполняет свою операцию в микросервисах это делается очень просто у каждого сервиса своя база данных у каждого сервиса своя логика и они выставляют наружу только правильные так сказать интерфейсы которые могут пользоваться другие сервисы так вот если вы используете на такой подход то такое создан такой операция как допустимость проведения счета или там оплата там товара на сайте она раскидывается реку сырит допустим раз запросами до в разные сервисы и потом когда у вас в каждом в каждом сервисе есть свои логи очень трудно собрать в кучу кто кого когда где и куда отправил какой результат каждого из запросов был получен при выполнении от операции мало того что это нужно будет со всех баз данных сливать в одну общую да то есть допустим за логирование так там даже если вы сольете все это в кучу вы не сможете определиться какой запрос какой последующий выполнялся так вот этот самый трейс айди позволяет однообразно то есть одним образом маркировать каждый запрос который выполнялся в контексте одной бизнес операции соответственно когда вы соберет все это в одну кучу а вам все равно придется это делать то есть все логи а то поиск по идентификатуру операции то есть вот поэтому сам тре вам покажет все зависимые запросы которые проходили для выполнения вот этого бизнес операции таким образом вы сможете пларить прологировать посмотреть что ушло что вернулось где была ошибка но и в общем то вот именно для этого он используется это что касается самого трейса и теперь как я лично реализую в описании я добавлю ссылочку на nugget пакет в общем то наверное и на статью закину напишу наверно статью закину тоже в описании как использовать этот nugget пакет все очень просто реализуется это через хедеры почему потому что хедеры самый простой вариант передачи correlation id или trace id trace id собственно говоря это стоит над вашими бизнес операциями это маркер то есть самих бизнес операциях он не участвует поэтому не нужно прокидывать его в модулы соответственно когда вы используете trace id вы можете не только отследить запросы но и в общем-то однообразно до сделать один какой-то механизм я имею ввиду через хедеры один механизм который будет настраиваться на ну то есть сборка ставится ваши микросервисы и автоматически из коробки будет работать никакие модулы ничего менять не нужно просто поставить сборку и полетела запрос есть в общем это самое будет работать что касается сборки да есть в общем колобонга точка микросервис точка трекер она реализует это там несколькими способами в общем я использую и собственно в рабочем проекте на самом деле ничего сложного там нет другой вопрос что когда у вас хедеры будут ходить между собой то есть их можно будет ну то есть они как были хедеры да так и остаться то есть какие-то дополнительные есть но потребуется механизмы которые будут перехватывать этих хедеры да и например записывайте влоги или там в результат операции прописывать ну например я обычно в первые шин резалт прокидываю вот этот рейса едини соответственно с резал там то что вернулась от сервера все логируется и сразу видно кто чего куда пошел что где как взял почему эти что сломалась ну наверное вот так вот да на этом наверное все задавайте ваши вопросы пишите мне будет интересно них отвечать на этом я завершаю свой сегодняшний факт но опять же хорошем смысле всего доброго и до новых встреч до новых встреч